Нешуточная разборка на дорогах Актау. В Кустанае молодой человек врезался в Лексус со спецсигналами, а в Паладарской области сотрудник районного Акимата сбил полицейского. О резонансных случаях с автолюбителями, которые буквально взорвали Казнет, расскажет моя коллега Айгуль Жамал. Вайгуль, тебе слово. Добрый вечер, коллега. Так уж получилось, что сегодня героями моих новостей стали участники дорожного движения. В этом рейтинге первое место можно присвоить суровому водителю из Актау, который стал выяснять отношения из-за того, что его не пропустили на соседнюю линию. Действо записали на видеорегистратор и прислали в редакцию портала Ладо Киезет. В какой-то момент конфликт вроде бы угас, но мужчина, не пожелавший уступить дорогу, набирает скорость и врезается в машину своего обидчика. Что было дальше неясно, однако очевидцы сообщили, что видели эти автомобили в кювете близ аэропорта. Вайгуль, страшно представить, к чему могут привести такие взаимоотношения на дорогах. Да, верно. А ведь тенденция таких конфликтов действительно пугает. Еще один регистратор зафиксировал грубое нарушение Лексуса, который, воспользовавшись сигналом спецслужб, с крайней правой полосы повернул налево. Именно здесь в джип врезался молодой человек, который торопился перейти дорогу на пешеходном переходе. Его приятель замер на месте, лишь спустя секунды пришел в себя и продолжил движение. А пострадавший, по словам людей, отряхнулся и пошел дальше. Отмечу, что полицейские установили номер водителя джипа, поэтому не исключено, что об этой истории мы еще услышим. Наверное, как и о сотруднике Павлодарского районного акимата, который сбил полицейского, за то, что тот заподозрил его в вождении в пьяном виде и подал знак остановиться. К счастью, все живы, а горе водитель находится в изоляторе временного содержания. Да, но согласно статистике, помимо алкогольного опьянения, причиной аварии часто становится сонливость водителей. Американские ученые уже придумали, как решить эту проблему. Они создали устройство, которое мониторит усталость автолюбителей. Для тестирования применялся симулятор вождения, который фиксировал 90 самых различных показателей, связанных со скоростью движения. Это ускорение, торможение, изменение полосы, повороты и так далее. Но главный признак определяется при помощи изменений положения рулевого колеса и характера его отклонений, что существенно снизило бы количество ДТП. Ну, а у меня на этом все. Спасибо, Игорь. До свидания.